найти мужа выйти замуж родить 100 детей я работаю над собой что притянуть правильную девушку я бы так хотел с тобой увидеться но не могу когда-нибудь ты поблагодаришь своего нарцисса и будешь благодарна прям уже подгораешь есть что сказать ты имеешь право это сделать для меня это неприемлемо по факту по факту моя умру вообще то есть у меня была такая мысль что но это все на всю жизнь то меня там планы были прям сумасшедшие я себя не любил совершенно а любил ее он такой ужасный но я вот я такая хорошая такая молодец я терплю блин я думаю ну ты гандом йоу люблю отсылки к бывшим два года терапии сергей друзья всем привет меня зовут лена плотникова и да вы на канале где обычно я рассказываю о бизнесе профессиях русскоговорящих ребят в америке но я хочу поменять формат канала конечно ваши любимые выпуски о бизнесе профессиях останутся но добавится новое шоу с ярким хаизматичным ведущим моим другом сергеем хракушей мысленно решили сделать шоу где будем обсуждать актуальные темы на которые мы зачастую боимся поговорить и умалчиваем от чего идет множество проблем в отношениях мы до сих пор не придумали название этому шоу поэтому будем очень рады если вы в комментариях напишите ваши варианты мы просмотрим все и выберем самый лучший и сегодня у нас в гостях специальный гость мы очень ждали эту модель участница шоу холостяк я не могла этого не сказать и будущий психотерапевт я бы сказала так модель снялась для playboy сиделась в холостяк и теперь любой опыт ведет к развитию ребят вы поняли что у нас будет очень жаркий выпуск и актуальненькие темы человек реально пошел учиться на психотерапевта на самом деле мы выбрали сереже лизу не случайно мы посмотрели инстаграм который она делает в этой теме и мы поняли что мы прям сметчились потому что мы хотим сегодня поговорить о том что нравится нам в парнях девушках что сразу привлекает внимание чем вам девушке привлечь внимание такого парня как сереже ну и всех других кто вам парней и чем собственно и чем парням завлекать нас а может быть они не понимают делают что-то неправильно мы а мы можем подсказать как это сделать и эта тема будет разделена на две части сегодня мы поговорим о том что нравится в девушках и парнях а в следующем выпуске обязательно подпишитесь для этого на канал чтобы ничего не пропустить мы поговорим о том что же не нравится что отталкивает и еще будете несколько секретных ответов на вопросы типа есть ли место секса на первом свидании пара пара пам пам в общем я надеюсь что я вас заинтриговала подписывайтесь на канал и следите за выходом этих видео да давайте ребят начнем давай я начну с холостяка просто чтобы уже закрыть сразу открыть и закрыть эту тему потому что для меня холостяк это шоу где вот пришел мужчина и как на рынке вот так кстати вот это мне вот это яблочко нет что-то ноги с гнильцой мне вот это яблочко выбирает как на рынке девчонок у которых есть свой целый мир и возможно они просто не могут показать себя полной мере но вопрос другом ли зачем тебе было это нужно и зачем ты туда шла зная специфику этого проекта я просто хочу это завершить потому что в жизни парни часто я так вижу иногда вот так что могут выбирать это мне вот эту свайп ну эту свайп ну эту свайп ну и это все равно переносится на настоящее ну смотри тут сразу нужно начинать с базы того что я абсолютно себя не воспринимала как то самое яблочко до метафорической который ты говоришь и это и есть собственно базовая ошибка девушек это правильно говорить что ты переносишь это на реальность да то есть есть некое шоу где типа яблочки и альфа-самец выбирает но и в жизни ты говоришь есть как бы вот яблочки альфа-самец если ты действительно живешь вот в этом сценарии то ты действительно будешь всегда этим яблочком я шла на да я шла на эту передачу абсолютно не с этой позиции я на нее шла наверное по трем таким центральным причинам по которым да все мне кажется девушки туда идут это проверить себя это показать себя и возможно построить какие-то отношения причем мне кажется очень важно понятие отношений не ограничивать для себя то есть отношения не обязательно найти мужа выйти замуж родить 100 детей то есть это могут быть романтические отношения это может быть два классных свидания до два классных сезон это же тоже ценно а это может быть также и дружба то есть это может быть какой-то very special person да для тебя может у вас не получится отношения что зачастую происходит да отношения у нас обычно одни да ну по-хорошему на всю жизнь но остальные отношения от этого не обесцениваются они тоже special они тоже важны вот и как бы с таким примерным настроем я шла на этот проект я однозначно не воспринимала себя как яблочко то что я шла из позиции ну как бы я не думаю о других девушках я думаю о себе как-то правильно и зачем я туда иду и я туда шла знакомиться с героем и мне было в принципе пофиг на все остальное то что если он воспринимает меня как яблочко я не хочу с ним ничего строить если он ведет себя неподобающе или не так как я вижу да мужчину значимого я не хочу с ним ничего строить то есть все мои вопросы были исключительно к герою как участнику если мне как женщине он не подходит то в принципе какая разница если он мне подходит а я подхожу ему то ему заведомо не подойдут другие участницы то есть если я вот именно иду туда и веду себя как я себя веду я не корчу себя ничто я не пытаюсь там я красное яблочко на этом втихаря себя подмазываю зеленой краской короче если я понравлюсь то я понравлюсь и если я понравлюсь то люся точно не понравится а если ему нравлюсь и я и люся то опять это не мой альфа-самец понимаешь то есть принципе если ты рассуждаешь с позиции любви к себе и ценности себя и знания что ты хочешь и что ты ищешь допустим хоть 50 девушек ну как бы мы все супер разные и как бы это мы друг друга так сказать взаимо исключаем как соперницы я понятно объясняю а вот мне интересно серёж а у вас тебя есть понимание что например не только ты выбираешь девушку но и она может тебя не выбрать условно конечно для меня это в принципе шоу холостяка по сути в жизни тоже самое происходит но я тоже не смотрю на это как на яблочке то есть я как парень я понимаю какой я есть и понимаю кто мне нужен как партнер у меня тоже есть четко прописанный список характеристик да и раньше я как-то стеснялся то есть я думал блин такое а нифига ли ты еще что-то требовать буду думаю нет ну в смысле я ищу себя партнера на же для жизни для совместной жизни и мне нужно важно понимать что мне нужно и поэтому когда я вижу там не знаю какое-то количество девушек постоянно сталкиваясь с ними да то я имею право если я смотрю не окей она мне вот в этом плане не подходит все я понимаю что я не могу изменить человека вот это осознание да все я как бы иду дальше она для меня не яблочко на просто человек который хороший возможно мы можем дружить можем общаться можем не общаться но я понимаю что вот по нескольким крик критериям она мне не подходит я иду дальше я не воспринимаю что я как-то надмена себя веду нет то есть я имею право не заходить на свидание общаться с всеми выбирать вот поэтому опять же мне нравится вот эта позиция что я не изначально что я не буду ее переделывать ну типа вот у меня есть такой не подходишь я там тебя не учитель не мать ну что очень часто но мы уже знаем конечно у тебя наверное есть подруги которые пытаются своих мужчин переделать бесконечно у всех у нас есть такие друзья и у меня такой опыт тоже был и к вот продолжаю тему отношений что все наши отношения во всех отношениях мы получаем какой-то опыт и мы с и мы больше понимаем какие мы и кто нам нужен и поэтому с каждыми отношениями я становился лучше умнее грамотнее после каждого отношения у меня прям толчок роста то есть прям точка роста невероятная после которой я променяясь там следующий год у меня прям вообще другое понимание происходит и я так ага окей я уже вот это хочу вот это не хочу и каждое отношение вот так поэтому когда встречает человека или там девушку которая говорит у меня не было там отношений длительных или там не за два месяца сейчас я уже понимаю что у нее скорее всего нет опыта никакого то есть мне нужно будет быть для нее родителям в каких-то моментах мне это кажется ну был опыт просто такой я понимаю что из то что она вот от отсутствия опыта ведет себя вот так я становлюсь автоматически сюда и начинаю уже воспитывать а мне это не нравится я сейчас пытаюсь как раз то есть как не как мне найти подходящего человека девушку которая вот взрослая то есть я сейчас понял что вот мне я готов к тому чтобы найти девушку партнера да то есть где мы не будем друг друга что-то пытаться изменить и сделать воспитать да то есть окей я работаю над собой прорабатываю свои какие-то ошибки чтобы принять притянуть вот этого человека потому что здоровый притягивает здорового здорово не притянет проблему и наоборот вот а раньше когда вот у меня такая позиция что если я вот у меня девушка к примеру да и я понимаю что ну что-то не то да если понимал кей дело не в том какая она почему я ее притянул значит это во мне есть если мне нужно это проработать чтобы притягивать других людей вот и теперь я над этим работать я работаю над собой что притянуть правильную девушку правильно окружение вот такая вот мысль давайте все-таки мы немножко будто ушли уже говорить о том что нравится не нравится хочется застричь на том что нравится чтобы девчонки например и парни посмотрели такие блин а я вот ну стеснялась мир это проявить а это может зацепить моего там парня например и наоборот и мне вот важно с вами поговорить о том а давайте разберемся что важно на первом свидании почему говорю я про первое свидание что первое впечатление и дальше ты решаешь ты хочешь с этим человеком словно дать шанс себе и ему с вами познакомиться поближе друг с другом вот что вам важно с положительной точки зрения на первом свидании что у вас может зацепить его такие вот классно пойду дальше я тоже отвечу на этот вопрос ведь мы тоже беседы у нас очень много надо вот и говоришь что нравится что что нравится, что нравится, как себя вести на первом свидании, что делать, что зацепить, чем вас зацепить. Нас вот растили, особенно вот это постсоветское пространство чертово. Надо так. Вот он должен быть такой, он должен быть сякой. Вот эти вот надо, надо, надо. Но люди зачастую не спрашивают себя, что я ищу и что мне нравится. И вот это, наверное, самое первое, что нужно просмотреть в себе. И второе, вот тоже все-таки я хочу вернуться к тому, что ты говорил, потому что это очень важно. Что я хочу и что есть мои потребности в партнере. И проверить токсичность вот этих говнопотребностей. То есть там сейчас особенно, я вижу очень много на информационном пространстве, знаешь, девушки, так, мне нужно, чтобы мужик зарабатывал, чтобы он там меня содержал, чтобы он взял ответственность, чтобы он это, это, то есть вот эти вот какие-то, да. А потом она находит того самого мужика. И вот, допустим, первое свидание, да, он пришел, такой, я бизнесмен. Я там, не знаю, у меня все хорошо, мне 40 лет, я готов к детям, я готов, у меня есть дом, у меня есть тачка, у меня есть деньги. Она такая, мне скучно. Она такая, это то, что я как раз хотела. Все, я впечатлена, поехали. Через 6 месяцев что она делает? Там, не знаю, заливается чем-то, там, ну, зависимости свои. Запивается, зажирается, ходит с подружками, они несчастливы, у нее есть дети, дом, машины, богатый муж, все равно все через жопу. Она несчастлива, у нее депрессуха. Она ходит, изменяет, потому что она не знает, что она хочет, потому что изначально она это все не просмотрела. То же самое, наоборот, у мужчин. Да, я хочу девочку, чтобы она была там красивая, худая, не худая, умная, интересная, харизматичная, креативная. Потому что мне сказали, что такое надо. Потому что мне сказали, что это и есть та самая классная девчонка. Потому что сейчас, в 21 веке, в городе Лос-Анджелес, классно, когда она реализованная, богатая, но при этом красивая и добренькая. Слушай, ну, Лукаев, ты же все равно понимаешь, что вот такого, там, не знаю, мы не говорим про внешность, да, условно, парня, а про его энергетику даже, или его посылку каких-то принципов жизненных, что тебя это может зацепить, и ты такая, блин, классно, я хочу пообщаться. Ты же не с каждым это начнешь делать. Да. Я просто не хочу вот эти совсем материальные вещи рассматривать. Ну, ты зарабатываешь, не знаю, 100 тысяч в месяц, то-то-то делаешь. Ну, мы же не роботы, камон, мы с ним спать будем, есть, пить и все остальное делать. Я думаю, в принципе, сама формулировка, что делать, чтобы понравиться. Да, формулировка, что вам важно. Хорошо, смотри, если вот такой минимум, вот просто такой минимум, я не могу, точнее, не смогу построить отношения, грубо говоря, первое свидание для меня будет, если он расист, сексист. Это мы как раз поговорим, что не нравится. А, а мы сейчас про нравится? А, сори. Я уже пошла расист. Нет, про не нравится очень легко говорить, а про нравится, понимаешь, мы не нравятся, мы понимаем. А что нам нравится? Смотрите, давайте я скажу. Что мне нравится, то есть, к примеру, я иду на первое свидание с девочкой. Как я принимаю решение пойти с ней? Сейчас у меня достаточно все просто. Я тоже супероткрытый, я смотрю на девочку, визуально она мне нравится. Если у нее нету, ну, к примеру, если я вижу у девочки в Инстаграме очень много там супероткровенных фотографий, то есть я вижу, понимаю, что она как будто на маркете, она как будто продает себя, у меня такое ощущение складывается, то, скорее всего, я уже понимаю, я делю ее на, вот, для отношений она, к примеру, либо я могу с ней просто погулять, к примеру, да. И я уже понимаю, то есть если мне нужны отношения, то и она, я вижу, что у нее аккаунт такой поскромнее, то я пойду с ней встречусь для отношений. Ну, грубо, как-то так, вот. И когда я иду с ней на свидание, то есть мне важно с ней обсудить какие-то темы, что я понимал, насколько у нас ценности совпадают, да, какие-то интересы в жизни, цели, потому что был разный опыт, когда, к примеру, там, я развиваюсь, расту, а человеку вообще это не нужно, и мне это как будто тянет назад, вниз тянет, и мне некомфортно, я пытаюсь ее подтянуть, опять же, изменить ее, потому что мне кажется, что она что-то не понимает, ей нужна моя помощь, а ей не нужна, ей просто это не нужно, вот. И я, как бы, переключаю свой центр внимания с себя на нее, то есть мне это не нравится. Поэтому сейчас я сразу, как бы, узнаю, как она мыслит, как она формулирует мысли, потому что мы все можем какой-то образ создавать, какие-то мысли транслировать, но именно задавая вопросы, ты смотришь, как человек думает, и тут уже, как бы, тяжело тебя будет, как-то, знаешь, сыграть. Вот, поэтому очень важно, куда она идет и к чему стремится, то есть для меня это важно, типа, вот. Знаете, я сейчас пока сидела, у меня не было ответа для себя на этот вопрос, и я сейчас сидела и понимаю, что раньше как я могла делать, условно, вот красивый парень, например, я иду с ним на свидание, ну вот он красивый вроде, и как, знаете, у меня были подруги, которые говорили, Лен, ну ты смотришь, а я понимаю, что внутри мне не хочется смотреть никуда, не хочется потратить это время на что-то более полезное. Вроде все, ну классно реально парень, и говорит классно, и делает классно, и выглядит классно, но вот, ну вот не знаю, вот все. Если я молчу на свиданиях, то это все, капец, это значит, все пошло не так, и ты мне не нравишься. А если наоборот, он как раз интересно говорит, и ты такая сидишь, думаешь, вау, какой-то интересный. Тогда я либо смеюсь, либо... Он должен тогда шутить, наверное. Нет, ну тогда я как-то поддерживаю все равно, у нас какой-то диалог идет. Нет такого, что я только сто процентов говорю, в любом случае. Но я вот это чувство в себе глушила. Я такая, ну классный мальчик, можно дать шанс. И вот это дать шанс всегда не работает, потому что, ну, так или иначе, ничего не получится. На первом свидании ты вообще не врубаешься, что происходит. Вот вообще не врубаешься. То есть человек даже от волнения какого-то может вести себя совершенно подругой. Вообще не о чем. Более того, я хочу, I'm sorry, вернуться вот к тому, что ты сказал. Типа девушка, допустим, у нее аккаунты, у нее куча там голых фоток. Давай, ну простым языком, голые фотки. Это ни о чем не говорит. То есть тоже ты говоришь, значит, она там на рынке, значит, она себя выставляет. То есть это все равно твоя perspective, это твое представление. Ты как бы заранее ей ярлычок какой-то вешаешь, да, и она вот... Ну нет, вот именно что не ярлычок, просто я понимаю, что я сразу наперед закидываю. То есть, окей, я, к примеру, с ней увиделся, я так наперед думаю, да. И мне она понравилась, прям вау. И мы начинаем отношения. Наличие вот этих фотографий мне неприятно. То есть я понимаю, что картинка моей девушки, она так не ведет себя. То есть я никакой ярлык не вешаю, то есть я понимаю, да, кайф. Ну, то есть я, у меня много таких подруг, и мы хорошо общаемся. Но я понимаю, что мне будет это напрягать, а менять ее я не хочу. И мы будем постоянно... Менять ее не хочу. Ну, мы постоянно будем иметь диалоги вот эти, что я за то в отношении, что я ничего не запрещаю. Я могу сказать, что вот мне нравится или мне там приятно, неприятно, да. Человек уже сам принимает решение, как себя вести, да. Вот, но я понимаю, что это будет ситуация, и она будет постоянно, тем более, если у нее, ну, везде это, да. Я сразу такой, ну, я даже не буду туда идти, скажем так. А если не везде? А если чуть-чуть? Если чуть-чуть. Не, ну, опять же, смотри, если там она попу сфоткала, надо фоткать. Просто опять же, ну, вы понимаете, есть вульгарные аккаунты, когда ты понимаешь, что там прям думаешь, не, ну, прям мимо. То есть, ну, сразу не семейные ценности. У меня, опять же, предзаданное такое отношение, возможно. Так, подождите, я сейчас остановлю вас, потому что, во-первых, я хочу закончить ту мысль, которую я начала, потому что я все-таки введу в то, что мы сейчас только на положительных качествах. Мы только на одном негативе, блядь. А мы так, блин, а в жизни так и происходит. Ты спрашиваешь человека, как дела, он не говорит, блин, все классно, мне намного... А ты говоришь, блин, ну вот тут вот это, вот тут вот это. И вот мы то же самое сейчас сделаем. Поэтому давайте возвращаться к хорошему. Хорошему, я сказала. Хорошо, когда баба одета. Когда есть попа, но чуть-чуть. Потому что семейные ценности. Мне нравится, когда это все красиво и эстетично. Тогда вот прям вау. Короче, я просто пытаюсь закончить эту мысль, что я сейчас смотрю на свои ощущения. Ну, то есть, если парень даже классный делает все классно, но мне внутри вот что-то коробит меня, я не буду заставлять себя. И я, возможно, дам еще какой-то шанс себе посмотреть на этого человека. Но второй раз, если я это почувствую, просто внутренние мои ощущения, я могу это не показывать внешне, то я, наверное, не пойду. Но мне очень, я сразу обращаю внимание, когда человек ведет себя, как он, ну, как я вначале сказала, на что я обращаю внимание. Когда он сам с собой и мне просто, ну, то есть, мне с ним просто и пойти в классный ресторан, мне с ним просто, не знаю, и прогуляться на пляже. И мне с ним очень легко и сразу, сразу, сходу говорить открыто. Вот, чтобы я сразу не придумывала. А как тебе момент, вот смотри, ты говоришь, мне важно, чтобы человек на первом свидании вел себя, какой он есть. Ты же не знаешь, какой он. То есть, это может быть его образ такой легкий. Может быть его образ. То есть, это же... Привет, нарциссы, кстати. Ты идешь, тебе говоришь, о, мне так легко с ним, мы можем и то, и то, и кемпинг, и ресторан, все. Ну, это игра просто для какой-то цели, к примеру. Такое же зачастую встречается. Да, но зачастую встречается еще и то, когда человек сразу начинает выделываться. И я просто, условно, вот 100% парней, 20 из них начинают выделываться, я работаю с 80% и осталось. То есть, грубо говоря, если я захочу с тобой замутить, да, то мне просто нужно создать образ легкого, чтобы тебе было легко, и я смогу уже как бы двигаться в этом направлении, правильно? Нет, ну это сейчас совсем просто. Нет, может быть, я неправильно выразилась, но я еще смотрю на свои ощущения. Когда, например, ты встречаешь нарцисса, условно, у меня были такие отношения, ради которых я сюда приехала, в эту страну, и мне, надеюсь, мы когда-нибудь поговорим. Мазл-мазл-тофф, это же прекрасно, ты теперь в Америке. Вот, я теперь психолог. Сколько полезного из этого была. А теперь спасибо, Павел, что у меня есть это шоу. Реферанс? Люблю отсылки к бывшему. Извини, я вот просто на секунду тебя перебью. Ну, боже, вот я больше всего ненавижу вот это вот. Когда-нибудь ты поблагодаришь своего нарцисса и будешь благодарна за то, что он с тобой сделал. Я такая, я все еще жду этого дня. Я могу получать полезности и быть ни хрена неблагодарной. Слушай, ну, блин, это такая тема, конечно. Коротко скажу, я с одной стороны благодарна каким-то вещам, а с другой стороны, ну, блин, я думаю, ну ты гандон. Йоу. Не, ну че ты вообще, ну ты не пацан. Ну, вырезка, ты гандон. Йоу. Погнали, шоу. Нет, возвращаясь к этому вопросу, ты все равно чувствуешь, что что-то не так, ты просто в себе это заглушаешь. Блин, ну, когда ты начинаешь слушать внутри себя, ты сразу понимаешь, что не то, понимаете, пальто. А ты, хоп, заглушил это в себе. Ну ладно, он вроде бы говорит, очень по маслу все идет. Хорошо, какая у тебя цель? От выпуска? От жизни? Нет, ни в коем случае. То есть мы же зачем идем на первое свидание? Мы хотим здоровые, счастливые отношения. Конечно. Факт. Да. Мы идем, и мы чувствуем что-то, да, вот ты говоришь, либо мне вообще суперкруто, и я вообще прям кайфую, мне весело, смешно, либо вот это вот что-то, вот это... Фишка в том, как, с каким вот этим списком ты идешь на это свидание. Потому что если у тебя есть эти самые гребанные потребности, вот в этом... Потребности всегда токсичная херня. То есть мне нужно вот это, вот это, вот это, вот это говнишко свое проиграть через отношения. Мне нужно чувствовать себя неценным, мне нужно чувствовать себя нелюбимым, мне нужно чувствовать какое-то пренебрежение. Ты приходишь на свидание, перед тобой сидит классный парень. Классный, который вот, вот он реально... Мне не нужна женщина, чтобы какие-то говнодефициты закрывать. мне нужна реально хорошая, вот как Сережа сказал, хорошая, классная личность, ну там, все. И именно этот парень у тебя вызовет потому что... Да, потому что проблема в том, что этот мужик тебе не будет сигналить твое говно. И именно поэтому у тебя может... Че-то он какой-то скучный, какой-то... Ну я максимализирую. Че-то он там то, что третье, десятое, а наоборот будет вот тот самый олень, вот тот самый олень, который такой, я каждую бабу, я вот очень-очень тоненько, но я ей покажу, что она гребанная вещь, и она не ценна. Он не так, что там... Мы говорим тоже о крайностях, мы же говорим о том, в каком состоянии в данный момент я прихожу. Может быть, я уже все проработала у себя, я здоровый человек, и мне понравился этот парень, и я буду обращать на какие-то принципы его жизни, на то... Ну ты же... Хорошо, окей, вот смотри, ты парня, например, не знаешь, но он тебе что-то транслирует о своей жизни. Ты потом все равно посмотришь, очень-очень быстро парни сливаются, а он что-то говорит ртом, и тут же действием, если он у него не соответствует, он тут же забывает, что он сказал, и тут же делает не так. Я очень... Я сразу... Я сразу на это обращаю внимание. Ты недооцениваешь парней и их таланты, да. И сюда переоцениваешь, возможно. Да! Два года терапии, Сергей! Два? У меня... Мать, у меня семь. Ну, я... Мы тут по мере... Я надеюсь, что у меня будет... Я как будущий терапевт, я скажу, два года терапии — херня. Честно, знаешь, почему? Они обесцениваемые два года, знаешь, сколько сил и денег выложено. Мать, знаю. Очень много защиты у людей. Очень много защиты. И самое-самое глубинное говнецо. Вот эти вот... Знаешь, я всегда говорю, как деревца, да? Вот веточки, веточки. А, вот это все обрезало, обрезало, обрезало. Но вот этот самый-самый гнедущий корешочек, ты его... Вот эти все два года, ты такая... Ну, вот тут веточка. Да-да, обрезайте. Да, мне будет... Вот тут веточка, вот тут... Ну, да, вот этот большой ствол, да. Но корень я оставлю себе! Знаешь, то есть вот... Самое-самое глубокое, конечно, мы... Ну, это факт. Ну, мы идем в дебри, блин. Вот элементарно просто. Вот сейчас банальный пример приведу. Например, один парень убеждается, что ты добралась домой нормально, если его поздно закончили, а другой говорит, знаешь, дорогая, слушай, что-то не кайф мне, что-то ты далеко живешь, а я устала сегодня. Ты там сама, Uber, вызови, пожалуйста, себе. Ну, это же Red Flag, нет? Ну, типа... Очень классный пример. Кстати, очень классный пример. Что? Что ты так улыбаешься? Ну, это Red Flag. У меня тут два вопроса. Ну, то есть он снова поразвлекался. Два вопроса. Господи, что, я тут пришла отвечать на вопрос. Сейчас, сейчас, я прям уже подгораю. Есть что сказать? Нет, нет, нет. Тут никто никого не оценивает. Ты правильно говоришь. Супер типичный Red Flag. Смотри, значит, ситуация. Да, мы поужинали, первое свидание, и он не предлагает меня довести до дома. Да не обязательно довести. Это мелочи, забота. Вы закончили поздно. Убедиться, что ты добралась. Да, да. Ну, мы говорим, грубый пример. Три сценария. Первое. Значит, действительно, это может быть гребаный расист, который любого вида тиран, он будет делать ровно то, что ты хочешь. И он очень хорошо это считает. Это раз. То есть психопатов сразу так в сторону. Да, факт. Мы их не берем. Они есть. Второе. Почему для тебя так важно, чтобы мужчина проявлял к тебе заботу на первом свидании? Почему для тебя вот это нужно получать ценность себя и важность себя для мужчины через заботу? Забота вообще это отцовская. Слушай, нет. Я смотрю еще на отношения вперед. Ну, условно, да? Можно я третье скажу и ты мне ответишь? Третье и последнее. Почему ты не даешь этому человеку иметь право, грубо говоря, не хотеть, а ему, ну, то есть как бы... Тут уже право. Тут может быть миллион причин, почему нет. Тут ты имеешь право это сделать. Для меня это неприемлемо. Условно, да? Да. Я сейчас очень грубый пример. Я привела пример совокупный моих подруг, моих знакомых, да, вот какого-то совокупного опыта. Да. И просто я подумаю в следующий раз, блин, я сделаю вывод, что, значит, я тебе не понравилась, условно. Например, или ты настолько, не знаю, тебе плевать. Ну, как бы я сужу по себе. Да, мы же все судим по себе, условно, из своего опыта. Про заботу. Когда есть отношения, ты заботишься, и я забочусь о тебе. Условно. Подожди. Нет. Сразу говорить, что все это отцовское, это странно. Но условно, ты знаешь, что тебе завтра рано вставать. Я знаю, да? Вот мы там с тобой, мы, не знаю, с Сережей, мы пара. Я знаю, что ему завтра рано вставать. Я позабочусь о нем и прекращу в 10 вечера орать песни в караоке. Понимаешь? Потому что ему рано вставать, а мы вместе живем. И наоборот. Это проявление любви. Забота – это одно из проявлений любви. А если я насру на его рано вставать, ну, какая это любовь? Я буду, ну, как бы… Это же… Ну, для меня это не про любовь. Вот что. Понимаешь? И вот эти кирпичики складываются изначально. Вот эта вот забота, еще что-то. Ну, как бы, само звучит, как будто ты очень много ожидаешь от него. Знаешь, что он вот это делает, а если не делает, то не делает. Да нет, конечно. Ну, слушай, если чувак сразу говорит, да нет, знаешь, там, это, сама там, доберись. Я, ну, как бы, раньше бы, я бы, окей, там, с тобой добралась, там, не знаю. Можешь мне докинуть денег? Я докину денег. Можешь там еще что-то? Я там еще что-то сделаю. А потом я понимаю, что, ну, это все очень эгоцентрично в одну сторону, и так не работает. И мне хочется вот этот вот баланс видеть. Но если это просто потому, что ему лень, и ему похер, как ты доберешься, ну, для меня это странно. Ну, для тебя не странно, Сереж? Смотри, мое мнение такое, что если парень хочет, он делает. То есть там никогда не будет каких-то... То есть если он говорит, вот, я бы так хотел с тобой увидеться, но не могу. Ну, то есть есть ситуации, конечно, я не знаю, там, он где-то, ну, но я считаю, что, ну, по себе даже, если мерить. Если мне девушка нравится, и я хочу с ней увидеться, я с ней увижусь. Типа я приоритет это поставлю. Вот. То есть если человек там что-то говорит, но не делает, ну, поступки, вот эта вся фигня, да, то как бы, ну, это реально работает, ты знаешь. Вообще у меня есть теория, что мир это превратился в тиндер, все друг друга свайпают, типа, оп, что-то не так, все, свайпнул, не буду разбираться, строить какие-то отношения, отношения это же работа. Это же работа на самом деле. И мне это не очень нравится. Как будто бы каждый раз ты использован себя чувствуешь, или ты повернулся просто, потому что у тебя настроение сегодня такое, не знаю, еще что-то. Ты там не так показал себя каким-то, ну, ты не таким условно являешься в целом, а тебя уже свайпнули. Как вы к этому относитесь? Ну, мне, в принципе, не интересны мужчины, которые оценивают меня только по физическому луку, поэтому отлично, отлично отношусь ко всем тем, кто свайпает на меня только за того, что у меня там бедра не в том ракурсе стоят. Нет, я вообще глобально даже говорю. Мы же и в дружбу так же свайпаем. Условно, для меня как будто бы мир, не только как в Тиндере, так свайпнули, не понравилось, не знаю, ракурс тебе не понравился, но и в жизни ты знакомишься, что-то тебе не понравилось, и ты такой, хоп, да ладно, пофиг, там миллиард людей, я найду еще кого-то. Мне вот такой подход не очень нравится. А ты не замечаешь такого? Я замечаю, но мне кажется, это нормально. Ну, в том плане, что... Имеет место быть. Есть выбор в нашем мире, выбирай. У тебя есть возможность выбирать человека. Типа выбирать лучшее сразу. Ну да, если... Ну, к примеру, да, если человек поверхностно смотрит, то есть если он, к примеру, я с тобой познакомился, да, и ты такая, ой, что-то он там, блин, не знаю, чихнул не так, да, и ушла. Ну, как бы, ну, в принципе, сразу понятно, что нам мимо, да, нам не по пути. Вот, если ты достаточно открыто человека, ну, дать человеку возможность раскрыться, да, и дать ему больше времени, ну, окей, тогда мы можем посмотреть. Но я, допустим, раньше был супер закрытый, я такой, типа, так, у меня свое пространство, свои друзья, мне никто новый не нужен. Я понял, что я очень много сам у себя забирал возможностей. А сейчас я даю шанс людям намного больше, то есть давай пообщаемся, давай посмотрим, и потом уже по ходу диалога такая, ага, окей, то есть тут я понимаю, что у нас прям разные темы, да. Ну да, твоя, у тебя уменьшилась категоричность, ты стал более открытый. Да, да, суперсвободнее стал, и... Да, это, да, это свобода. Да, я прям понимаю, что у меня очень много, я начал видеть разных идей, опять же, тех же возможностей, то есть, ну, прям, жизнь интересна стала. То есть я теперь не отказываюсь от всего, а я уже, ну, как бы даю возможность себе, как этот фильм Always Say Yes, да, с Джим Керри, да, то есть ты просто начал соглашаться на разные вещи и такой, вау, прикольно. Но я себе всегда задаю вопрос, зачем, что бы я ни делал, куда бы меня ни звали, я не знаю, все, что я делаю, я себе задаю вопрос, зачем, зачем я это делаю, то есть, хочу ли я этого, либо там, ты мне что-то предлагаешь, и ты этого хочешь, и я такой иду неосознанно просто, потом такой, подожди, а зачем мне это, то есть я как бы, когда начал задавать вопрос себе, понял, что, ну, жизнь немножко поменялась. Вот такой вот момент, то есть, осознанно, то есть, потому что раньше меня просто зовут, я иду, знаешь, я стою, ты говоришь, давай покушаем, я говорю, давай покушаем, потом думаю, подожди. А я не хочу езжать. Я же не, ну, у меня же не было мысли покушать, то есть, соответственно, я не хотел кушать, а тут искала, ну, да, можно покушать, ну, как бы, ну, на таком тупом примере, если смотреть. Вот, поэтому я думаю, то, что, ну, сейчас много людей, все по-разному как-то раскрываются, развиваются, поэтому это, ну, да, мы свайпаем, мы выбираем, кажется, нормально. То есть, тут момент именно, когда ты свайпаешь, то есть, если ты даже не даешь человеку возможности показать себя, да, это, как бы, ну, не очень. Вот мне это и не нравится. Да, в этом плане, что, ну, ну, опять же, ты, твой человек тебя не свайпнет, скажем так, то есть, если он тебя свайпнет, ну, окей, вы, может, через какое-то время опять пересечетесь, он будет более, возможно, открытый, и вы с ним будете общаться. А вот, кстати говоря, вот ты говоришь, твой человек тебе не свайпнет, вы верите в то, что, действительно, твой человек будет с тобой, как подруги, знаете, утешают друг друга, что, типа, да, твой будет с тобой всегда, твое никуда не уйдет, и так далее. Ну, у меня другой смысл в этом, не то, что твой человек, это вот твоя вторая половинка, которая на всю жизнь. Я вообще считаю, что, нет, вот эта мысль половинки, она такая, то есть, ты, как будто, не полноценный сразу. То есть, ты полноценный, а он полноценный. В моменте, к примеру, вот, как мы говорили, да, у тебя есть какие-то свои косячки, да, которые нужно закрыть. Вот твой человек в данный момент будет, который вот закроет тебе вот эти косяки, да? Чем здоровее ты становишься, тем другой партнер у тебя и будет. Вообще, вот мы обсуждали мысль, что, а насколько это реально, что вот есть один партнер на всю жизнь? Или ты постоянно, они у тебя меняются? Мне кажется, это инфантильное мировоззрение, 100%, потому что ты в 20 лет никогда в жизни не согласишься со собой же в 30 лет. Ты настолько другой человек, тебе не может... Конечно, есть такие безумные везунчики, которые действительно изначально выросли вместе. Но, в принципе, я вспоминаю себя, я уверена, любой человек сейчас, вот если проделает эту работу над собой, что я думала о себе прежде всего в 20, это совсем не совпадает с тем, как я чувствую себя сейчас. У меня совпадает с тем, что я думала о себе и тем, что я хотела, тем, что я хочу, тем, что я получаю. Есть какие-то ошибки, которые я совершаю в силу возраста и в силу неопытности, мне нужно их просто набить, в силу опытности опять своих. Но в идеале, что я хотела, у меня всегда примерно все и было. Ты имеешь в виду просто какие-то цели, планы на жизнь или что? Ну, цели. Мы сейчас не берем карьеру, работу, мы же сейчас говорим про отношения. Какого человека, с каким человеком я бы хотела идти по жизни. У меня как 18 лет было понимание, так и вот мне 30 в этом году. У меня понимание точно такое же. У меня супер поменялось. У меня супер поменялось, да. Эррор. Нет, ну как бы звучит, если это реально так, если ты сейчас себя не обманываешь, то круто. Значит, если вам обманываю, значит, я себя обманываю. Ну, я же про это говорю, просто мы можем думать, то есть я могу тоже сказать, что вот да, но я понимаю, что да нет, я год назад, блин, вообще думал по-другому. Я думаю, что мы говорим про одно и то же просто по-разному. Да, потому что я уверена, там, те же созависимые отношения очень намного у тебя поменяли твое мировоззрение. Я так никогда, вот то, что у меня происходило, я так никогда не хотела, я понимала, что я этого не хочу. Просто я как будто, знаете, как будто ты влез в говно. И ты знаешь изначально, что это в говно. Я поняла, ты на глубине знала, что это. Но ты не можешь просто от этого избавиться, потому что оно очень сильно прилипло. Хорошо, да, да, понятно. Очень извиняюсь сейчас за сравнение. Интересный пример, да. Смотри, ты вроде как понимаешь, но ты, все равно тебе нужно пройти этот этап, этот опыт получить. Потому что, ну вот я там, не знаю, с кем-то общался недавно, и человек говорит, вот у меня то-то-то. Я говорю, ну ты серьезно, типа, то есть тут же живот, ну как бы очевидно. Он такой, да, и ты такой, блин. Да, я понимаю. Нет, ты не понимаешь. То есть ты головой типа понимаешь, но ты же не уходишь от человека. Потому что нет, еще просто рано. Еще пострадай полгодика-годик, и потом до тебя дойдет, и ты уже поймешь на опыте. А сейчас ты просто, ну да, все тебе друзья говорят, ты такая, ну да, я понимаю, что, не знаю, он типа меня бьет. То есть это, ну, я понимаю, что это плохо. Ну ты же там, значит тебе, ну ты в жертве побудь еще. Тебе надо дойти до какой-то состоянии. Да, да, да. Поэтому этот момент понимания, он такой очень, знаешь, такой скользкий. Конечно, конечно, надо чувствовать, да. А давайте вспомним, было ли у вас такое, что вам человек не понравился сначала, но потом он что-то сделал, или как-то проявил себя, и вы посмотрели другими глазами. Вот что это было? У меня были, у меня была история с одним молодым человеком, который как бы не интересовал меня именно как мужчина. То есть мы общались с ним. То есть зачастую ты же не там, фу, нет, никак, то есть, ну там, зацепил, не зацепил. Мы общались с ним сначала в дружеской манере, но потом он проявил ту самую заботу. И у нас завязались отношения, они были нарциссические. А что значит нарциссические отношения? Нет, ты спросила, ты спросила. Человек про себя просто думает, или как? Нет, нарциссические отношения, это на самом деле сейчас бич 21 века, потому что так получилось, что именно постсоветское пространство, многие, ну мы сейчас поколениями растем, да. У нас бабушки примерно, а дедушки все одинаковые. Покормить не умер нормально, да. Они воспитали определенный вид, да, популяцию мужчин и женщин. И вот эта популяция наших мам и пап, так получилось, что их какие-то комплексы и расстройства, они воспитали поколение очень-очень нарциссическое. И еще получается так, что наше извне это все очень сильно тоже подпитывает. Но нарциссическое, это изначально расстройство личности, и это, ну если совсем по-простому объяснить, то это глубоко эгоцентричный человек, который использует всех вокруг себя как, грубо говоря, папетов, там, рабов, да, и воспринимает женщин, но в принципе и мужчин, то есть зачастую друзей, как объекты, то есть просто как вещи для своего какого-то взаимоудовлетворения. То есть человек, который идет просто по головам и унижает, оскорбляет особенно своих близких, особенно женщин. Да, там нет эмпатии у человека такого. Ну это серьезно, да, расстройство. То есть такой человек, который не готов давать, да, он больше берет все. Он, да, он волнует. Он может очень вызывать тебя на эмоции, например, сильно, потому что, ну как правило, что я изучала, они могут не чувствовать в себе какие-то эмоции, чтобы вызвать, чтобы, ну как бы, почувствовать условно себя живым. Они могут тебя провоцировать. Да, да, да. А ты начинаешь себе искать вину, ну и так далее, и так далее, и тому подобное. А вот ты просто на ровном месте, ты можешь просто быть, чтобы до тебя докопались. Ну у них просто расщепление психики, у них как бы только две крайности, да, либо полная идеализация, либо полное обесценивание. И они через вот эти все крайности живут. Ну, я думаю, выпуск не про это. Но, собственно, ты просто задавал очень прямой вопрос, когда человек не особо был интересен, а потом заинтересовал. Как бы у меня есть такой пример, это действительно нарциссический пример. Это когда вот, да, молодой человек меня особо не интересовал, но когда он проявил вот эту... Что он сделал? Я попала в автомобильную катастрофу, и я, ну не суперсильную, но приличненькую, достаточно, чтобы я испугалась, как женщина не контролировала, что делать. Я начала звонить просто всем своим мужчинам, друзьям в тот момент. И он был далеко не первый, кому я позвонила. Ну, конечно же, он-то взял трубку. То есть все равно это тот самый человек, который как бы готов. И он взял трубку, он меня изнес, спас, потому что, конечно, у меня были потребности в спасании, в заботе, вот эти самые, да, вот эти вот ня-ня-ня-ня. И он пришел, он мне их восполнил, и я, конечно же, потекла. Я такая, о боже, вот он тот самый мужчина, который заботится, и который, ну, в кавычках ссылаясь на твой момент, проверит, доехал ли я до дома. И да, отношения закрутились, и они оказались довольно токсичными, антистическими, и, собственно, конечно же, распались. Ну, это просто, видишь, такой человек появился. Если ты нормальный, здоровый человек, проявил тебе заботу, то уже, ну вот, видишь, ты изменила свое мнение о нем, и он тебе начал нравиться. Ты же не знала, да? Потому что он закрыл потребность в нужный момент. Да, он зацепил меня прежде всего именно вот этой потребностью, потому что у женщины, у которой нет потребности к вот этой экстра-заботе именно со стороны мужчины, она бы не цеплялась. Она бы сказала, спасибо тебе большое, блин, классно, ты меня выручил. Ну да, согласна. Понимаешь? А тут я именно такая, аааа, принц. Мы же всегда притягиваем то, что нам нужно сейчас. Да, да, да. Ну, а у тебя было такое, что тебе вот не нравилось девочка? Я сейчас подумала, мне кажется, нет, у меня такого не было. Я достаточно всегда в первый раз вижу и понимаю. А что безоговорочно вас может покорить в человеке? Покорить? На первом свидании ничего уж точно, да. Ну, не на первом, нет, в целом, в общем. На первом свидании мы же понимаем, мы все равно взрослые люди. Я хотя вначале до этого это обозначила, но, конечно, человек раскрывается в процессе, он через год может не раскрыться тебе. Или может раскрыться таким просто цветком, и ты такой вау. У меня есть такое не в отношениях, а вот с другом, да, что мы познакомились, и он для меня показался совершенно таким закрытым, скучным парнем, и вообще такой думаю, нет, общаться не будем, вот прям первая мысль. Вот, и потом он начал общаться там с моим другим другом, и постепенно он влился в компанию, мы начали общаться, и сейчас я там один из моих лучших друзей, то есть он супер раскрытый, супер интересный, и я прям понимаю, что мне с ним очень интересно проводить время, вот. А с девушкой было наоборот, когда понравилось, а потом оказалось, что хуже, это часто, да. А вот назад, нет, обычно я сразу так понимаю, что... Угу. Тогда давайте разберемся, с чем мы можем смириться. Так, ну, у меня был опыт отношений, где я смирялся практически со всем, потому что были созависимые отношения, и где я боялся потерять человека, боялся сказать что-либо, потому что мне казалось, что она уйдет. Это крайность? Конечно, супер крайность. С помощью этих отношений я вырос, и я очень многие моменты поменял в себе. Вот, но тогда я просто... То есть мне казалось, что, я не знаю, я вот какую-то мелочь не так сделаю, и она скажет, все, я ухожу, и я просто... Мне настолько больно было от этой мысли, что я такой, не, не вариант, все. И я прям, ну, я прям создавал какой-то уже образ, то есть я вот этого был вот этим хорошим парнем. Ну, я такой есть, но очень много где это еще сильнее усугублялось, потому что, ну, вот это был страх. Ты ходил на полупальчиках с ней, да? Вообще ужасно. Скорее всего, она была нарциссом. Она очень много могла, там, делать каких-то действий, которые сейчас, я бы сказал, вот на первом же этапе, я сказал, типа, нет, так не будет. Ну, то есть со мной такого не будет. Ты можешь что-то делать где угодно, но не со мной в отношениях. А тогда я такой, да ладно, типа, нормально, знаешь, типа, да пофиг, типа, ну, она же уйдет, типа, я не, ну, если это такое, я не переживу это. То есть мне прям, я прям думал, я умру вообще. То есть у меня была такая мысль, что, ну, это все на всю жизнь. То есть у меня там планы были прям сумасшедшие, да? То есть, типа, истерия прописана в заметочках, скажем так, да? И у меня даже как-то подруга спросила, и она что-то говорит, а ты вообще можешь представить жизнь? А я говорю, нет, ну, типа, смы, как это? То есть у меня там истерия семья, дом, дети в цветах уже разрисована, как это будет выглядеть. То есть настолько. И, ну, и поэтому я понимаю, что это настолько неправильно. То есть я все, весь мой был центр внимания на этом человеке, а не на себе. То есть я себя не любил совершенно, а любил ее. Но ведь в программе, Саша, ты смирялся со всем. Да. И мысль была в том, что не надо, не надо этого делать. А с чем можно смириться? Да ни с чем, просто нужно просто принимать человека. То есть, типа, вот он себя должен вести, как он ведет. То есть если он тебе не пишет, что как ты добралась, ну, вот он такой, все. Ты либо принимаешь, либо идешь мимо, и все. Ну, тогда ты смотришь на другие какие-то его проявления. Ну, сложно, он может не написать, как ты добралась, но он в других моментах. Просто может тожить впечатление, что вот я вот так вот покор... Нет, конечно, я понимаю, что люди многогранные. Они могут вот тут вот так проявиться, а в другом моменте проявиться и совпасть с тобой, ты понимаешь, что это твой родной человек. Ну, как минимум, не знаю, там книга, пять языков любви, да? То есть мы все по разному проявляем. То есть если я тебя могу любить, но проявлять это по-другому, а ты, у тебя другой язык, и ты ждешь у меня, не знаю, вот этого, а я тебе даю вот это, и ты думаешь, блин, меня не любят, а я думаю, она меня не любит. На самом деле я просто по-другому это показываю, поэтому нужно обсуждать. Плюс мы же ведем в себя определенный такой паттерн поведения с прошлых отношений, да? Потому что я привык, что вот она так любила, да? И я как бы неосознанно это делаю. И тебе нужно сказать, смотри, мне было бы приятно, если бы ты поинтересовался, там, как я добралась, я бы почувствовал там заботу, что, ну, я тебе важна. Чтобы делать, ну, мне важно, чтобы ты себя хорошо чувствовала, правильно? А я могу не понимать этого. А ты уже там обиделась, что-то там мечтаешь, думаешь, блин, он такой это. Я даже без понятия, что тебе это важно, понимаешь. Вот обиделась все-таки. Обиделась что? Это уже, это уже этот. Невротическая. Это уже звоночечки. Ну, кстати говоря, я вот сейчас тоже поняла, как бы, ты вроде понимаешь все про себя, но выделяешь какие-то моменты, я поняла, что мне нравится, и меня это может привлечь, если человек может открыто вот так говорить. Мне было бы приятно, если бы там ты вот это. И я могу сказать, и человек такой, фу, ну, типа, нормально меня выслушает, и даже какой-то диалог будет. Вот я сейчас экспериментирую разговаривать честно и открыто. Я всегда так в России разговаривала, здесь немножко у меня были проблемы с этим, за реакцией людей. А сейчас я, ну, впрямую говорю, получаю нормальную реакцию, и меня это больше скрепляет, ну, засыпляет за человека, что меня принимают. Это суперфильтр. То есть смотри, у тебя что-то не нравится, ты говоришь, смотри, мне вот неприятно, ты вот сделал вот это, блин, я прям себя некомфортно чувствую от этого, да? Все, суперфильтр, ты ему говоришь, тут либо нормальная реакция, вы поговорили и решили, все, ты понимаешь, окей, можно дальше двигаться. Если у него реакция какая-то неадекватная, может, он еще там молодой слишком, да, он еще не умеет так делать, да, не умеет разговаривать. Все, ты сразу понимаешь, ну, как мы можем строить отношения, если мы не можем поговорить, договориться, какому-то прийти к общему знаменателю в каком-то супер такой теме, если ты мне не написал, знаешь, ну, грубо говоря. Вот. Просто мы очень часто заблуждаемся в том, что думаем, что вот мы в отношениях разговариваем. Я думал, что мы разговариваем. Оказывается, что мы, ну, не о том мы разговаривали, да? Тебе кажется, что вы что-то решаете, а на самом деле это повторяется вновь и вновь и вновь, и все. И ты думаешь, и каждый раз думаешь, вот, мы вроде решили, так класс, такое счастье, знаешь. Но на самом деле это иллюзия. Ну, потому что, да, есть вот два человека, возникает некая проблема. Там, мне не нравится или мне нравится, да, или какая-то потребность, она привносится на стол и разбирается в коммуникации с двумя партнерами, то есть в адекватной коммуникации. То есть, окей, ты мне говоришь, что тебе важно, я пытаюсь понять, могу ли я додать, могу не дать. Но также человек, который говорит, мне важно это, он должен отслеживать, почему ему это важно. То есть, да, есть, конечно, какие-то здоровые там потребности у друг друга и действительно два партнера там, чтобы эти потребности друг другу выполнять. Но вот это вот некомфортно, обида, там, вот эти вот все, когда чувства начинают подниматься, и они именно прям сразу сигналят о вот этом вот, ну, знаешь... Вообще, обида – это детство. То есть, для меня это прям, ну, если ты обижаешься, это какие-то твои ожидания, которые не сбылись, ну, сори, это твоя проблема, то есть вообще не моя. А слово «смириться», оно изначально жертвенное. То есть, ты правильно, мне помню, очень понравилось, как ты поменял «я не знаю насчет смириться, я готов принять». Вот это очень правильно, ты, знаешь, поменял, потому что смириться, я вот, ну, забегая вперед, забегая, я ни с чем не смирюсь, я ни с чем не смирюсь. На сегодняшний день это факт. И это звучит очень категорично, возможно, для некоторых, но именно потому, что смиряться – это прежде всего себя подавлять. Ну, то есть, резюмируя, для каждого из нас важно откровенно говорить, чтобы нас откровенно принимали. Это нам нравится, когда человек готов идти на разговор. Не все готовы. В самом деле, все суперпросто. Это даже не для нас, это, в принципе, база, вот есть база. Да многие просто не готовы к этому, и ты можешь такой, типа, человек не может говорить. Мы два незнакомых человека, вот мы с тобой, да? Мы с тобой незнакомы, мы не понимаем, какие мы, да? И мы с тобой начинаем отношения. Ну, конечно, у нас будут моменты, где мы будем не сходиться, но это нормально. У нас разное воспитание, опыт, вообще все разное, да? И поэтому мы говорим, смотри, вот я вот тут так, а ты так. Хорошо, и мы идем дальше, растем, типа. И вот просто как бы относитесь к теме – компромисс. То есть для меня компромисс – это из серии согласится на то, что тебе не нравится, как-то вот. Какая тонкая грань такая, знаешь? Мне не нравится слово «компромисс», да? Вот, мне тоже не нравится слово «компромисс». Просто самое главное, чтобы человек, вот как ты говоришь, да, пара, вот я, я сама себе придумала, сама обиделась, сама там уже разозлилась, и сама тебя простила, и такая хрен с ним, а ты такой там, бляля, ты вообще не имеешь понятия. Да, да, я просто очень много сталкивался с этим, и это же и с друзьями, это вообще с людьми, в принципе, не в отношениях только. И, ну, ужасно, типа. То есть человек даже не подозревает, а ты уже его там кроешь в голове, знаешь, типа ты такой, уже друзьям всем рассказал, знаешь, ну, то есть такое, фу. Я смирилась, я смирилась, что он такой. Такая жертва, да, с подружками села, ты говоришь, он такой ужасный, но я вот, я такая хорошая, я такая молодец, я терплю. У меня у мамы это есть, я с мамой общаюсь, я как бы часто замечаю это, что, в принципе, я вот когда… Вторичная выгода, типа это. А? Понимаю, что у нас, в принципе, поколение наших родителей, очень много у кого жертвы. То есть я со всеми друзьями общаюсь, там везде все жертвы. То есть мама говорит, вот я такая-такая, вот папа такой, папа говорит так-так-так, ну, то есть сестра говорит, ну, то есть все, все говорят, вот все жертвы, все на что-то жалуются. То есть всем все это, но я вот такая. А знаешь, знаешь, что я еще люблю? Я люблю, когда девушка такая, он у меня такой молодец, он бизнесмен, он такой умный, я обожаю с ним разговаривать, он меня вдохновляет, но, вот это вот, но, там, хер, бабник. Ну, то есть вот это вот, когда у тебя, когда партнера нецелостное восприятие, очень часто вот и у девушек, и у мужиков. Ой, она такая красивая, крутая, она модель, там, да-да-да-да-да. Ой, ну у нее там этот феминизм постоянно сквозит, да-да-да-да-да-да. То есть вот это вот, ну, понял? Я считаю, что все, что идет до «но», можно вообще убирать. То есть если читать между строк, типа, и знаешь, ты, допустим, ты мне говоришь, что там мысль или Лена, да, и я говорю, я согласен, но! То есть я это звуя, но, если перевод на человеческий язык, мне вообще, я настолько не согласен, вот, мое мнение, вот, пожалуйста, его услышите. Ты задаешь вопрос, не знаю, вот я не готовлю, насколько для тебя это важно? Он говорит, вообще не важно. И он мне врет, и себе врет. А если он не врет? А если он тебе говорит, мне это, ну, например, он не врет и говорит, мне это важно, знаешь, для меня, для нас это будет, да. Моделируем ситуацию, что он уже достаточно взрослый, и понимает, что нужно не врать, да? Давай по-честному, вот мы с тобой, да, встретились, первое свидание. Тебе значима там, давай, готовка, да. Да. Ты мне нрав... Я тебе нравлюсь. Да. И ты хочешь мне понравиться. Поэтому ты все равно будешь, заразу, смягчать, понимаешь? Ну, опять, это все равно, это все равно, типа, еще... А я говорю, а я вот не готовлю. И ты такой, ну, ничего. А еще, смотри, тут идет обман какой. Ну, мы научимся, мы будем вместе это пробовать. Она узнает, что на самом деле ей может быть нравится. Она, наверное, просто это не... Ну, то есть, нет, это не взрослый, не осознанный. Да, а если я говорю, Сереж, знаешь, я вот, ну, я занята девчонкой, я то, это и это хочу. Знаешь, я могу приготовить, когда я захочу, но я не хочу менять это в свою обязанность, чтобы ты мне говорила, ты устала, похрен, ты должна мне умереть. И он слышит, а, ну, вот она сказала, если захочу, ты будет готовить, ну, мы разберемся, через полгода. Я никогда не хочу. Ты берешь минус, понимаешь? А я что, хочу добиться, что какие вопросы, ну, нам важно проговорить. А Сережа мне говорит, Лен, знаешь, ну, для меня это будет проблема, я привык, что моя мама готовила папе, мои ролеводы модели семьи, это нормально, это, ну, женщина должна, и я такая, ага, он мне очень нравится, она понимает, что это будет изначально проблема, и либо мы с ним договоримся к этому, и он скажет, блин, ты мне важнее, чем условный борщ каждый день с плиты, и он действительно этому следует. Но когда будет дефицит, он тебе этот борщ припомнит. А еще, а еще смотри, а еще смотри, вы не первое свидание, вы три месяца встречаетесь, у вас уже был охренительный кекс, просто пипец, вообще там все трубы прорвало, и он красивый, он классный, он добрый, он теплый, пахнет хорошо, там вообще вау-вау-вау. Сейчас описала моего идеального... И вдруг, и вдруг через два с половиной месяца он говорит, очень люблю, когда мне девушка готовит. И ты такая, я не люблю, иногда готовлю, когда мне в кайф. И вроде бы проблемы нет. И ты такая, ну, камон, ну, типа, давай, это был бы прекрасный мир, если бы мы такие, мне важно готовить, и я не готовлю. Ну, намасте, разошлись. Ну, нет, но мы все равно хотим друг другу понравиться. Мы для чего делаем это шоу, чтобы вот люди обращали внимание на это? Конечно. И сразу такие, блин, ну, он же мне сразу, или она же мне сразу сказала, что я от нее хочу. Она мне честно в этом призналась. Я хочу, ну, призывать, что если мужчина вам задает такой вопрос, например, вы честно говорили, чтобы потом вы не придумали, что на самом деле ты вот такую скатерть развела тут, а тебе это не нравится, ты несчастлива в этом, да, ты лучше в другую энергию честно ему признаешься. И он, не знаю, вы закажете, и будьте счастливы, чем ты будешь со слезами наяривать этот борщ. А дай я тебе вот еще такой классный пример приведу. Какая-то там тоже, мы там общаемся, и он говорит, ну, я вообще козел. Ну, не знаю, мне баба котлона живая. И зачастую еще мы слышим то, что мы хотим слышать. Мы такие, он такой, как сказать, хамбл, скромный. Он такой скромный. Ну, он честно не сказал. Я его залюблю, понимаешь, то есть вот тут еще вот это. Ну, это идеализация еще, когда отношения начинаются. Да, так я вот про это говорю, да, то есть зачастую человек говорит, да я вообще простой, как трусы. И она такая, ооо, какой он скромный. Он не скромный, он диванный Васька, который именно, я что-то потом через полгода, что ты хотела, я же тебе говорила, что скромный. Я простой. Вот поэтому важно задавать хотя бы, хотя бы задавать эти вопросы, смотреть на ответы. Пытаться, да. Просто у меня как раз вот есть такой конкретный опыт, что мне человек прямо говорил, вот смотри, я вот вот это, вот это, вот это. Ты думаешь, я слышал. Я даже стою, помню, я прям в момент стою, в ванной перед зеркалом, думаю, вот он мне сказал вот это, вот это. Я такой, ну я понимаю, ну а что? Ну ладно. Так я вот про это и говорю, давайте мы не будем себя обманывать, что мы вот, встречая с человеком, это очень важно отслеживать. Типа, не, ну я задала все, я задал все правильные вопросы, я все услышал, и я продолжаю. Я услышал, я для себя, в конце я потом смотрю на эту ситуацию со стороны и такой думаю, окей, но это же дело во мне, это же моя проблема, что я там услышал то, что хотел услышать, идеализировал. Человек мне прямо говорил, поэтому, вот, во-первых, же момент про бывших, да, я не буду человека, там, своего бывшего партнера, да, как-то осуждать, винить, что-то, нет, это моя проблема, человек мне сразу признался, я сам его притянул, то есть он такой, как он есть, я такой, как он есть, это, ну, он хороший, он не хуже, там, знаешь, то есть это, если я его обсуждаю, ну, блин, это моя, если вы слышите, что я там кого-то, ну, парафиню, ну, как бы надо делать выводы, то есть. А тебе при чем? Ну, а обо мне, конечно. Крайнее первое свидание, которое у меня было, там, действительно, мужчина, он сам начал с этого, он такой, расскажи про себя, расскажи, как ты выросла, он мне вот так сформулировал, то есть он как бы расскажи про себя, про свое детство, ну, я тоже взрослый человек. Нет, я не знаю. Я такая, я тоже взрослый девочки. Я думаю, вы не просто не суперчасто такие вопросы слышите, да, на свиданиях? Нет, это был, грубо говоря, тиндер, ну, то есть это не были, там, друзья друзей или из компании. Я имею в виду взрослый, типа, там, 35 плюс, там, условно. Просто вопросы, вопросы были осознанные. Слушай, ну, мальчики часто не задают такие вопросы. Мне недавно задали вопрос, извините, что перебил, пока вспомни просто, про ценности мои, мне обычно никто не задает, я такая, вау, правда, тебе это интересно? Ну, это был взрослый человек, да, наверное, я не с 20-летним на свидание не хожу. Анастасия, они очень хорошенькие. Спасать? Ну нет, ну нет, почему? Я сегодня хорошая, 20-летняя, здоровая мальчика. Нет, я шучу. Ну, в общем, да, его был вопрос, но еще тот факт, что мы друг друга не знали от слова вообще, то есть это на уровне тиндер-свайп, он сказал, расскажи про себя, про свое детство, как ты росла, ну, еще вот эти страны, да, то есть, и он как бы аккуратненько спросил, а-ля, расскажи про детство-тире, про родителей и взаимоотношения, как тебя растили, в какой атмосфере ты росла, и послушайте, ну, сюрприз-сюрприз, мазафака не рассказала я человеку, которого я первый раз в жизни видела, всю подноготную своего детства. Ну, камон, ну, конечно же, нет, я не говорила, что я там росла, меня бабочки, меня как эту, как золушку там, не знаю, убаюкивали, нет, ну, я сказала ему, я люблю свою маму, я люблю своего отца, они прекрасные люди, не буду я ему ни хрена рассказывать, более того, если ты будешь, позвони мне, как бы, ну, консультации, потому что это ненормально, не будешь ты на первом состоянии рассказывать правду, ну, такую вот прям вот эту суть. Ну, детальную, я бы так сказала. Да, то есть я не скажу, ты знаешь, там, мы с отцом не общаемся, я суперсепарированная тёлка, мне тёлка, нет, ты скажешь, у меня была, у меня мама, папа, они были вместе, они росли, там, ты поверхностно скажешь, там, деньги были, не были, там, как тебе растили. Ну, да, да, как дела, хорошо. Особенно, ну, типа, я ему рассказала, русское детство, у нас была дача, много природы, фрукты, овощи, животные, собачки, кошечки, мама, папа вместе, друг друга любят, бабушка помогала, ну, типа, поэтому, как бы, отвечая на твой вопрос, я не стану спрашивать, как ты рос, потому что я знаю, что человек мне не расскажет. Слушайте, ну, всё равно, я... Можно мы про хорошее? Я вас добью, верни нас в тему, пожалуйста. Я вас добью, потому что. Хорошо, мы поняли, что каждому из нас нравится, когда человек адекватно может поговорить и адекватно может тебя выслушать. Это тоже качество целое, отработанное, ну, не у всех людей, да, оно есть. Это нам понравится и это может привлечь, то есть ты посмотришь на партнера, другими глазами, условно, что мне ещё нравится. Это не значит, что мне не понравится мужчина без этого. Боится. Не просто. Мне нравится, я не претендую ни на что. У меня есть тема, я иду к ним, у меня есть цель. Давай, давай, давай. Мне очень важно для меня, не то, что нравится, не нравится, что для меня важно. И бывают реально классные парни, очень хорошие люди, интересно с ними, супер, но мне важно смеяться. Ну, я просто по вашим шаблонам иду. Нет, суть в том, что мне важно смеяться с человеком, иметь общее чувство юмора. Потому что в жизни может быть разная куча проблем, ещё что-то, и нужно, ну, не нужно, а никому не нужно. Ну, классно будет мне, имея человека, с которым я могу посмеяться, обсудить это всё. Это сближает, во-первых, разряжает обстановку. И вот просто вот так в серьёзную всегда. У меня есть парни, которые говорят, я же хороший мальчик, но я вот такой всегда серьёзный. Ну, как бы, не знаю. Ну, мне это тоже важно, конечно, а как? Ну, опять же, вот этому мысль я начал обращать внимание, что мы зачастую думаем, что вот, допустим, я думаю тем образом, и я думаю, ну, это же очевидно. Ну, вот я сейчас хотел сказать, я до себя ослабил на мысль, что я хочу сказать, ну, всем же важно иметь человека рядом, который будет иметь такое же чувство юмора. А потом понимают, да нет, кому-то, может, и не важно. Мне важно. Ну, кому-то не важно. Мне кажется, можно чувство юмора заменить как have fun. Ну, чтобы мы хорошо проводим время. То есть не обязательно прямо... Мне нужно хорошо проводить время, и ты такой сидишь, вроде хорошо, полезно провёл время. Вообще подход к жизни, возможно, да, когда вы к каким-то ситуациям одинаково относитесь. А знаете, если вот, допустим, вот я, у меня очень-очень своеобразный юмор. Я дочка одессита, то есть у меня он просто максимально саркастический, острый, всегда на грани, то есть он довольно редко, я, наверное, за свою жизнь там человека два-три вообще встречалась вот именно типом юмора, как у меня. Но при этом, вот знаете, эти сценарии, где есть парень, у которого, знаете, юмор, как у деда, там, он такой именно... И тебе именно там пукнул в рот, типа, да? Да, да, а жена именно такая... А, боже, шутки деда пошли! Но при этом у них суперлюбовость. Столько таких отношений, я сейчас вспомнил, когда ты сказала, когда муж постановит что-то делать, а жена такая... И при этом у них, ну, типа, they love each other so much. То есть они все равно... Это и сценария, это прям вот то, что им нужно. Да, ну это типа, да. Так можно, они угорают просто. Это как, знаете, отношения, где люди постоянно ругаются, но им это нужно. То есть и она потом уходит в нормальные отношения, и она прям типа страдает. А ты со стороны, я смотрю, у меня просто много было такое, я смотрю, ребят, говорю, я не понимаю, как вы вместе. Для меня вот ругаться, это прям последнее, то есть, ну, максимально. Я всегда говорю, сексуальное игрище. Да, да, да. Они поругались, потом помирились, вот эта страсть, секс, типа, класс, потом опять поругались. Я говорю, блин, вообще мимо. Типа, они говорят, ты просто еще не пришел к этому. Я потом понимаю, да нет, мне просто другая. Ну, ты просто невротики пришел, знаешь, к чему ты не пришел? Ты еще не невротик. Единственное, что я могу объяснить, это любые отношения могут иметь существование, если оба партнера счастливы и оба партнера как бы, ну, не страдают. То есть, если они именно, ну, там, люди, которые свингеры, там, любые, любые вообще адские фантазии, если оба человека говорят, нам вообще просто зашибись. Нам так кайфово. Я, сука, всю жизнь искал вот такого же придурка, как и я. Наконец-то она есть. Вот эта чокнутая баба, которая так, у нас по четвергам, мы друг друга, не знаю, там, блин, мы там ругаемся, просто до слюней бьем посуду, потому что у нас там, я не знаю, потом секс, ну, типа, всем комфортно, все хорошо. Ну, у них одни, типа, проблемки, такие вопросики, они, как бы, находят друг друга, кайфуют, типа, знаешь. Да, то есть, единственный показатель, ну, как бы, проблемных отношений, это когда один из партнеров такой, мне некомфортно, мне это не подходит. Так, я хочу завершить эту часть. Опять, мне не подходит, мне некомфортно. Я хочу, смотри. Нет, смотрите, это экспериментальный выпуск, пока что у нас, у нас жаркая беседа. Не выставим! Мне кажется, я чувствую, что в конце видео мы просто поменяем название видео, типа, обо всем. Ну, мне нравится часть первая, что нам не нравится, часть вторая. Нет, я все-таки сделаю положительно, как бы, дождите. Я найду, что вырезать. Я хочу завершить эту часть, и у нас будет вторая часть, и мы обсудим как раз негативные стороны, я напоминаю, что она будет. А там мы просто, как назло, будем обсуждать только позитивно. И это все страшный эксперимент. Потому что, что не нравится, уже обсудили. И весь мой план пойдет к чертям просто. Нет, я просто, смотрите, мы нашли уже классно, да, одну вещь. Там можно поговорить. Кстати, вы делайте на заметку себе, потому что, вот сейчас вы не разговариваете со своим мужчиной, ничего ему не говорили, что он не нравится в общих отношениях или нравится в общих отношениях. Сейчас Люська, сейчас Люська посмотрит, скажет, так. А, ну, блин, блин, реально, люди смиряются и не говорят, мне не надо так часто. Это знаешь, я когда выставила очень известную схему абьюзивных отношений, но когда я выставила вот эти пункты, как, типа, вот, ну, идет вот эта вербовка и абьюз, я, крайняя история моя была, только, пожалуйста, не делайте принскрины и не бегите сейчас к своим партнерам, такие, так, ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты. А пацан такой опять, пацан опять там сидит, там что-то собирает, не знаю, гвоздики, там какие-то, что там, что там мужчины делают? Собирают гвоздики, образ мужчины у Лизы. Зоксизм, в студию, да, мужчина сидит, говорят в гвоздиках, да, такой вообще ему все хорошо, там газетка, телек, да, что там мужчины делают? Зарплату считают. Такой у тебя типичный сериал, сериал, сериал образ мужчин в работе. Прибегает жена Бегера, такая, я там послушала курсы по раздуванию маточки у Лены, и мне она сказала, что... А я запускаю такой курс, как бы... Ближайшие два дня. Лена мне сказала, какие отношения должны быть. Нет, да я к тому, что часто люди даже не задумываются о том, что они могут поговорить. Ну, им нужно об этом напоминать, что вы можете ртом говорить то, что вам хочется, не ожидая, что вас примут или не примут. Вот и все. Я уже просто себя такая пытаюсь за себя. Ну ты говоришь просто человеку, он классный, если он скажет, блин, ну я понял. Они себе это позволить не могут. Ну вот, поэтому они не говорят. Они не говорят не потому, что такие, о боже, Лена, мы не знали, что можно говорить. Они говорят, что такая, ну как, я сейчас скажу. Конечно, о чем речь. И получу... О чем речь. Получу обесценивание, получу пренебрежение, получу нелюбовь. Там тысячи этих пунктов. Опять же, это какие-то определенные ожидания. То есть ты додумаешь за другого человека, а возможно ты скажешь, а он скажет, блин, круто, я так давно тоже не мог решиться и давай обсудим, к примеру. Но не говорят, потому что опять же, за историю, которую я говорю, потому что, к примеру, ты боишься сказать, потому что опять же... Потому что ты заведомо знаешь, что ты получишь люлей. Но опять-таки... В том, что у меня было очень много моментов, когда я такой, блин, я сейчас скажу и все. Я говорю, и человек говорит, да, да, классно, без проблем. Ну не за то, что, я не знаю, я там куда-то еду, я боюсь прямо сказать. Он говорит, да, да, конечно, едь. Ну то есть опять же, я додумал, уже там такой, вот ты Мегера, типа, знаешь. Да, обиделся, да, все простит. Ну грубо говоря, да. А потом я говорю, типа, да, конечно, едь. То есть как бы я додумал ее реакцию, которую как-то почему-то я думал так, а на самом деле нет. То есть опять же, страшно. Опять-таки, знаешь, может быть, кто-то посмотрит наше видео и такой, блин, а вдруг я скажу, а он там обесценивает, задумается. А нахера мне такие отношения, если я уже изначально так думаю, вот и все. И хотя бы поймет, а нужно ли ему это. Ну да, ты сказала, обесценил, делай выводы. То есть зачем ты в отношении с человеком, который обесценивает или который не ставит вообще, не важно для него твое мнение, да? А если он прислушался, ну окей, ты. Я не могу не представлять нашу зрительницу, которая сейчас сидит там в Иркутске, смотрит такая с борщом. Это все, у нее трое детей, муж на диване. Она такая... И действительно! Иди-ка сюда. Такая, да, ой, блин. Иди-ка сюда, да, сейчас наконец-то. В общем, ну, резюмируя опять-таки, подводя итог этой части, у нас есть уже два классных поинта. Нам нравится, когда с нами люди разговаривают откровенно и честно, и мы можем это сделать с человеком. И нам нравится, когда мы смеемся над одними шутками. Вот, супер! Ребят, на самом деле, нам было бы очень интересно, если бы вы в комментариях написали то, что важно вам в партнере, то, что вам нравится. А Лиза придет! Мы скоро посмотрим и, может, найдем какие-то моментики вообще. Ну да, потому что мы не говорим, мы сразу обращаем внимание на негатив. А давайте посмотрим, а что вы за что, ну, не то, что за что вы любите своего человека, а чего вы кайфуете, ну, что есть там качество вашего человека. Мне очень круто, когда вот ты сам начинаешь разговаривать, то есть ты таким образом даешь такое, знаешь, такое доверие человеку, и он такой говорит, окей, он со мной делится, я тоже могу. То есть я могу комфортно себя чувствовать, делиться с ним, что мне там нравится, не нравится, и тогда вот вы начинаете общаться. Ну, я по себе так заметил. Да, а именно все... Сори, что я тебя перебила. Да, а все негативные моменты мы продолжим обсуждать во второй части. Все, смотрите, подписывайтесь на канал и пишите, какой Сережа Красавчик и Лиза, конечно же, тоже. Ну, я можете умолчать. Вот, спасибо, что досмотрели до конца, будьте с нами. Все, пока-пока. Лена Кошечка, будьте с нами.